Мы рады приветствовать вас на канале ветеринарной клиники Биовед. Мышцы – важная система организма у собаки. Это вечный двигатель. От состояния работы системы мышц зависит жизнь и ее качество. К сожалению, мышцы иногда могут давать сбои. Иногда происходят патологические проблемы в мышцах у собак. Например, миозит. Это неприятная болезнь, которая может приводить к неприятным последствиям. Миозит – это воспаление мышц. Миозит может быть острым и хроническим. Признаки миозита. Собака не может нормально ходить и бегать. Постоянно скулит, потому что испытывает сильную боль. Движения вынужденные, заторможенные. Собака подолгу думает, куда и как ей ставить лапу. Тяжело меняет позу положения тела. Сперва признаки миозита проявляются по утрам, сразу после сна. Собака очень скованно движется. При малейших резких движениях взвизгивает от боли. Болезнь быстро развивается, и вскоре собака постоянно становится напряженной и раздражительной. Спина при этом сгорблена, шея напряжена. При попытке погладить лапы, собака начинает взвизгивать от боли. Кожный покров в месте наиболее сильного напряжения мышц сухой и горячий. Собака теряет аппетит, особенно если это миозит челюсти, но жажда при этом сохраняется, хотя лакать ей очень больно. Есть несколько разновидностей миозита. Каждый вид лечится различно, поэтому так важно его определить. Паренхематозный вид, когда поражается сама мышечная ткань. Чаще всего имеет травматическое происхождение. Интерстициальный вид. В этом случае воспаляется соединительная ткань фасции, расположенная между отдельными мышцами. К этому типу часто относится миозит жевательных мышц у собак. Фиброзный миозит. Самый тяжелый вид, так как в этом случае собака практически гарантированно останется инвалидом из-за уплотнения и костенения мышечной ткани. Также миозит классифицируется по причинам, которые привели к данной патологии. Ревматический, инфекционный, травматический. Чаще всего это заболевание возникает у краткошерстных собак и чаще всего поражаются мышцы плечевого и тазового отделов. Причина возникновения миозита у собак. Усиленная физическая нагрузка. Например, если нетренированная собака будет бегать часами без отдыха, то результатом вполне может стать миозит. Ревматоидный тип часто проявляется у старых псов при условии их сильного и постоянного переохлаждения. Например, прогулка под дождем, неутепленная будка и прочее. Неудачный прыжок или ушиб может привести к возникновению миозита. Существуют инфекционные возбудители, которые могут стать источником возникновения миозита у собак. Общие принципы лечения миозита. Покой, мягко-удобная лежанка для собаки. Назначаются охлаждающие и согревающие компрессы. Применяется физиолечение, особенно если лечит травматический миозит у собак. При гнойной форме миозита нужно проводить иссечение поврежденной плоти, убирать омертвевшие ткани. Назначаются антибиотики широкого спектра действий и прочие антимикробные препараты. Заниматься лечением миозита самостоятельно, без помощи специалиста, строго противопоказанно. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовед. Оставляйте свои вопросы и комментарии. Ставьте лайки. Всего вам хорошего. До свидания.